Здравствуйте, друзья! С вами снова Андрей Ляпин на канале Russian Webs. И мы будем говорить сегодня о том, как эффективно и плодотворно продавать на Etsy. Вернее, о том, как улучшить ваш английский язык, который вы используете в написании текстов для Etsy. Итак, откуда взялась эта тема? Недавно я наткнулся в интернете на одного автора, который мне очень импонирует и понравился. Его зовут Джеймс Альтушер. И вы можете найти ссылку на его сайт и на его блог ВКонтакте в комментариях к этому видео. Одна из его идей, которая мне очень понравилась. Он каждый день носит с собой небольшой блокнотик и ручку и записывает 10 идей по любому поводу. То есть это входит в привычку. И потом, через какое-то время вы начинаете просто генерировать идеи по любому поводу. Для вас становится легко найти идеи, которые вам нужны. И вот я решил тоже последовать его примеру и записал сегодня 10 идей о том, как вам улучшить свой английский язык, английский вашего магазина на Etsy. Почему я думаю, что это важно? Я очень часто смотрю на ваши магазины, русскоязычные магазины в группе Etsy для русских или в группе каких-то других групп в Facebook или в Instagram. Я захожу на русскоязычные магазины и довольно часто я вижу достаточно, скажем так, грамматически несовершенные тексты. То есть я вижу, что как... Я знаю, как это делается. То есть вы написали какой-то текст на русском языке, скопировали его в Google Translate, взяли этот текст и просто скопировали его в ваш магазин на Etsy. И это нормально, друзья. Я вас не виню. Я понимаю, почему это происходит. И я считаю, что это нормальный шаг, нормальный вариант. Особенно для людей, которые либо вообще не знают английский язык, либо как бы очень-очень мало, то есть очень слабо его знают. Хотя и учились в школе, возможно, и где-то даже в институте. Но, друзья, я понимаю, что это лучше, чем вообще ничего. Это лучше, чем просто взять и писать русский текст и как бы предоставить Etsy самому. Это переводить, потому что, в принципе, результат будет точно такой же. И я очень ценю и восхищаюсь мужеством людей, которые, не зная английского, все равно идут и делают магазин, делают продажи на Etsy. Я посвящаюсь вашим энтузиазмом и вашей смелостью. Я считаю, что так и нужно делать. Более того, хотя я и сам владею английским и французским языками, если мне нужно, то есть ко мне поступает вопрос от покупателя на испанском языке, я делаю точно так же. Я беру его вопрос, я копирую его в Google Translate, смотрю, я понимаю, о чем он спрашивает. Я пишу на русском ответ, я также забиваю это все в Google Translate. И, в общем-то, мы можем таким образом с ним общаться. Ну, я, в принципе, еще владея уже двумя языками, английским и французским, чуть-чуть знаю итальянский, немножко, так сказать, знаю испанский. Я понимаю, допустим, эти слова, как звучат на испанском языке. Там много однокоренных слов и в романской группе, и в германской группе. Ну, в общем-то, для меня это проще. Но, тем не менее, простые какие-то вещи я не парюсь, я просто беру и использую Google Translate. Я понимаю, что это коряво, но иногда просто за недостатком времени мне некогда, в общем-то, куда-то обращаться, а этого достаточно. Но, с другой стороны, конечно, когда ваш сайт, ну, то есть он переведен, более-менее хотя бы нормально, да, то есть это одно. Если там бросаются в глаза грубые грамматические ошибки, то впечатление несколько смазывается. Но я хочу предложить вам 10 идей, используя которые вы можете уже сегодня улучшить английский вашего магазина на Энси. Итак, идея первая. Найти знакомых, говорящих на английском языке, знающих английский язык, и попросить их поправить ваш Google Перевод, вашего магазина, ваша история о себе, ваших листингов, ваших политик, ваших тегов и ваших описаний товаров. Просто посмотреть на, так сказать, ваш магазин и поправить. Я вас уверяю, для человека, который владеет английским языком, это очень просто сделать. Это не занимает много времени, и это даже, так сказать, где-то приятно. Человеку, который знает английский язык, к нему обратитесь, будет, возможно, приятно это сделать. И он сделает, очень часто вы удивитесь, сделает вам бесплатно или за какую-то минимальную услугу. Итак, 10 идей. Где найти таких людей? Многие продавцы на Энси уже люди в возрасте, как я, может быть, старше или моложе, и имеют взрослых детей или детей-школьников. Если ваши дети хорошо владеют уже английским языком и какие-то успехи, так сказать, достигли в изучении иностранного языка, попросите их посмотреть ваш текст и поправить там окончания, поправить там времена, поправить там разные другие аспекты языка, грамматику. Просто скажите, посмотри мой магазин, то, что ты увидишь, поправь. Даже если они там найдут не все ошибки, но исправят вам хотя бы половину того, что у вас уже там есть, это будет большой шаг вперед. Если ваши дети недостаточно владеют еще языком, вы можете пойти в школу, познакомиться с их преподавателем английского языка, сказать, вы знаете, я вот занимаюсь продажами на Энси, у меня есть такая проблема, у меня есть вот страничка, где я там о себе что-то написал или написал. Посмотрите, пожалуйста, буквально пять минут времени. Ну, купите шоколадку, учительница, ей будет приятно. То есть цена вопроса там будет ничтожна. Или вы просто, я не знаю, если это классный руководитель вашего сына или дочери, может быть, то вообще вы, так сказать, можете это получить в качестве дружеской услуги. Одноклассники. То есть у вас всех есть социальные сети. Facebook, ВКонтакте. Одноклассники те же. Посмотрите, вспомните, кто проявлял хорошие способности и хорошие навыки в иностранном языке. Напишите, скажи там, Алена, Вася, посмотри, пожалуйста, вот я тут набросал о себе там несколько строчек. Правильно ли я все написал? Я знаю, что неправильно. Поправь прямо там, что увидишь. Спасибо большое, заходим в гости, напою чаем, кофе там, в общем-то поговорим, вспомним молодость. Ну, неважно, просто используйте вашу социальную сеть, ваши контакты, людей, которые уже знают английский язык. Если вы, так сказать, не хотите обращаться к услугам переводчика. Пару слов об услугах переводчика. Я сам профессиональный переводчик и много лет занимаюсь этим. Но, как я уже где-то говорил, то есть я, на самом деле, мне неинтересно, так сказать, работать с письменным переводчиком с теми расценками, которые сейчас существуют. Я не хочу сейчас, я даже не прошу вас, пожалуйста, направляйте мне заказы, не говорите мне, Андрей, там, сколько стоит там перевести? Вот мы, я вас уверяю, вы можете получить это за шоколадку или там за спасибо, или за улыбку, или за, так сказать, какое-то дружеское, хорошее человеческое отношение. Если вы меня чем-то заинтересуете, то, может быть, у вас это удастся, пришлите, я сам посмотрю. Но я не хочу зарабатывать на вас денег переводом, ребята. Я понимаю, что те люди, которые меня сейчас смотрят, это новички, которые, возможно, еще не сделали там много продаж и не заработали еще денег. И в нашей стране вообще просить, так сказать, деньги за услуги от людей, которые сами еще не заработали денег, я считаю, ну, это как-то, мне это не нужно от вас. Ребята, я вас, я уделюсь с вами идеями о том, как вы можете это сделать либо бесплатно, либо с минимальным бюджетом. В свое время я получал по 10-15 евро за страницу, так сказать, текста машинописного, который там 1800 знаков. То есть это были мои расценки, я несколько лет работал таким образом. Вот это я понимаю, мне было там интересно работать, я мог как бы получить ощутимую зарплату. Работать за 200, за 150 рублей, сидеть и что-то переводить, ну, это уже мне неинтересно. Но это не значит, что это никому неинтересно. И это приводит нас к следующей идее. Вы можете пойти в институт, где учатся ваши дети, дети ваших знакомых, найти там кафедру иностранного языка, найти там какой-нибудь студента с какого-то уже серьезного курса или обратиться к преподавателю, сказать, слушайте, вот кого можете мне порекомендовать, какой-нибудь хороший там студент или студента, кто может мне перевести там буквально одну страничку текста, даже не перевести, а просто поправить. То есть если перевести, там нужно что-то писать, люди ленятся, как правило. Вы уже распечатали или вы скопировали куда-то в социальной сети ваш текст, прислали этому человеку или показали ему на планшете, показали ему на бумаге, дали ему ручку, сказали, слушай, быстренько давай посмотрим, вот я сейчас, давай сходим в буфет, я тебе куплю кофе там, мы, то есть, у тебя там две минуты времени есть, если ты можешь помочь. Вы знаете, ну, я думаю, что 90%, что у вас это получится, если не с первого, то со второго, с третьего раза, вы найдете кого-то, вы, может быть, познакомитесь с этим человеком и потом скажешь, слушай, а можно я буду к тебе обращаться, когда вот там у меня возникнет какая-то проблема, или там нужно будет пообщаться с кем-то, я тебе там быстро пришлю вопрос, ты мне переведешь и скажешь, о чем там речь. То есть, вы знаете, студенты, особенно как бы в каких-то наших российских провинциальных городах, но они не избалованы таким вниманием, иногда им будет даже интересно помочь вам, может быть, вы заведете хорошую дружбу и будете, так сказать, сотрудничать с этим человеком. Обратитесь к мне. Ваши клиенты. Вы знаете, есть русскоязычные клиенты, иногда наши, ну, довольно часто даже, наши рукоделия и наши изделия покупают соотечественники, живущие за рубежом, которые уже знают английский язык. И вы можете сказать, как здорово, что вы меня купили, вы знаете, вы как уже человек, знающий иностранный язык, пожалуйста, посмотрите, может быть, вы найдете какие-то ошибки в моем переводе, я не специалист, я использовал, так сказать, гугл-переводчик для этого. Поправьте, что вы увидите. Я вам вышел там бесплатный какой-то подарок со вашей следующей покупкой, или просто я вам там вышлю небольшой сувенир, или я делаю скидку со следующего заказа. То есть то, что вам несложно, вы можете это сделать, и я думаю, что люди не откажутся вам помочь. Преподаватели вузов, преподаватели ваших детей, люди с социальных сетей, клиенты, группы в Фейсбуке. Используйте бартер, как я уже сказал. То есть вы можете, не обязательно платить большие деньги, обращаться в какую-то переводческую контору. Вы можете, так сказать, найти людей в группах ВКонтакте, в той же Эдси для русских, в тех же группах, которые вы посещаете, и предложить кому-то, так сказать, помощь в чем-то. Я не знаю, может быть, вы хорошо фотографируете, и вы готовы помочь кому-то сфотографировать их товары. Дать совет потом, как улучшить композицию их товаров, как улучшить продвижение в социальных сетях. Я не знаю, в чем вы специалист, но если вы занимаетесь продажами на Эдси, вы уже являетесь креативным человеком, вы уже являетесь специалистом в чем-то. Вы уже в чем-то преуспели. Вы сделали шаг вперед, и вы можете поделиться этим сфером, как я делюсь сейчас с вами этими простыми, но, я уверен, для кого-то очень нужными советами. Если мои советы показались вам интересными, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и задавайте ваши вопросы. Я готов делиться с вами своим опытом, и мне интересно, в каком направлении мне, так сказать, продолжать этот канал. Хотя у меня уже есть несколько идей, и в следующих выпусках я поделюсь своими мыслями о том, как вообще продвигать ваш бизнес на Эдси. Потому что я считаю, что просто текстами, просто тегами, заголовками можно, конечно, продвинуться в поиске и в рейтингах, но этого недостаточно. Но есть другие, более, скажем так, эффективные способы, и которые дают достаточно довольно быстрый, гораздо более быстрый результат, чем игры и лайки, которые вообще, на мой взгляд, являются просто трампой времени. И вот об этом я поделюсь с вами в своем следующем выпуске. Оставайтесь с нами, смотрите мой канал и задавайте ваши вопросы. С вами был Андрей Ляпин с канала Russian Vibs. Всем хороших продаж, будьте здоровы, до свидания.